Мы нашли уникальное, интереснейшее место с аутентичной сирийской кухней. Всем привет, мы на канале Вкусовщина, и сегодня мы отправимся в кафе Альшами и узнаем, дорого там или дешево, вкусно или нет. Кафе, как посмотрите, находится за обычной дверью обычного подъезда. Найти невозможно, поэтому внизу у нас будет написано точный адрес, как найти, а как там все-таки кормят, мы скоро узнаем. Итак, друзья, мы с вами внутри, в кафе Альшам. Шам – это столица, Альшам – это значит и столица, то есть это столичная кухня. Столица Сирии какая? Правильно, Дамаск. То есть мы с вами сегодня будем пробовать дегустировать настоящую дамасковскую кухню здесь, на Ярославской улице, дом 17. Вот такое меню. Розовая папочка для бумаг здесь, русским по белому. Все написано. Слова все больше не знакомы, но некоторые из них я знаю. Давайте поближе, посмотрим, что там внутри. Глядите, первое в меню фуль с оливковым маслом или фуль с кунжутной пастой за 500 рублей. Что это такое за фуль? Мне рассказали, что это блюдо из черных бобов, томленое. Но вот фате с томленым маслом я заказал. Что это? Я так и не понял, поэтому разберем, посмотрим. Хумус с оливковым маслом или хумус с мясом. Но все понятно, что здесь мутабаль, знаю это слово. Мутабаль это такие баклажаны, очень вкусные, с грецким орехом. Вот буду пробовать. Нет, мутабаль это не грецкий, не с грецким орехом, а вот магду с грецким орехом. Слушайте, надо учить название блюд по-арабски, потому что кухня распространяется по Москве, по столице. Как бы из столицы Сирии, из столицы России появляется интересная такая дамаскская сирийская кухня. Салат фатуш, все знают, 250 рублей. Табули, ну все знают, вот я не знаю, стоит ли заказывать, подумаем. Овощи. Сэндвич с фалафелем, смотрите, сэндвич с шаурмой. Вот сэндвич с шаурмой вы когда-нибудь пробовали за 250 рублей? А мы сегодня попробуем, но, наверное, лучший сэндвич с львя-кебабом. Дешево, видим. А вот вкусно или нет, точно узнаем. Дальше, коктейли, смотрите, коктейли безалкогольные, есть айран всего за 100 рублей, холодный кофе за 150 рублей, ну и так далее. Банановые и клубничные коктейли, вот горячие, львя-кебабы, стейк мясной, стейк куриный, все это, смотрите, 600-700 рублей. В общем, недорого выглядит, но мы не знаем, какая по размеру будет порция. Вот кебе с картошкой, знаете, что такое? И я не знаю, обязательно возьмем. И горячие напитки. Кофе арабский 250 рублей, кстати, посмотрите, 250 рублей, это приносит вот столько кофе. Столько сахара, воду бесплатно, все это 250 рублей. Вот я сразу взял, перед тем, как пробовать еду. Вот, собственно говоря, и все. Все в ценовом диапазоне от 250 до 700 рублей. Дороже блюд я не увидел, дешевле вроде тоже. Давайте посмотрим, ждем заказа и пьем. Арабский кофе с кардамоном, обожаю его. Особенно, когда за 250 рублей так много. Вот такой у нас сегодня заказ в этом интересном сирийском кафе. Итак, давайте познакомимся со всеми блюдами, как они выглядят. Название я уже говорил, а какие они? Давайте полюбуемся. Вот эти вот четыре орешка, это вовсе не орешки, орешки внутри. Это называется макдус, это баклажаны как раз с орехами внутри. Вот это вот, это кебе с картошкой. Они там внутри с секретом, расскажу чуть позже. Вот это интересное блюдо называется... Где же оно, где же оно, где же... А, ладно, давайте, вот это будет сэндвич селя кебаб. Вот это сэндвич селя кебаб, шаурма. Интересно, это печень барана. Такое они пробовали. А вот это блюдо я все время забываю, даже не думал, что оно такое огромное. Вообще впервые вижу, никогда не слышал. Фате с топленым маслом. Вот фате с топленым маслом, давайте на самом деле с него и начнем. Удивительное блюдо фате с топленым маслом за 600 рублей. Есть за 700 рублей с мясом. Но мне захотелось попробовать вот без мяса. Как это на вкус? Потому что вкус мяса, тем более баранин, скорее всего, вкус всего остального перебьет. А здесь вот вкус этого фате, фате это название блюда, ингредиенты какие-то там есть. Мне сказали, что там есть хумус, то есть нут, еще что-то, еще что-то. Даже кусок хлеба уместили. А вот это сверху слой топленого масла. В Сирии такое едят. В России я такого еще не пробовал. Смотрите, кедровые орешки. Это тахино, паста, судя по всему, по цвету. Дальше мы копаемся, копаемся. Ого! Тахино, нут, булгур. Слушайте, я не знаю. В общем, такая каша. Наверное, очень сытная. Давайте попробую. У меня нет никаких ожиданий. Легкая кислинка, наверное, есть лимон. Копленое масло жирно. Тахина жирно. Давайте еще ложку съем. Вот здесь что-то новое появилось. Это размоченный хлеб. Вот такая вот тонкая арабская лепешка. Вот ее туда положили. Очень сытное блюдо. Очень интересное, любопытное. Вот если бы хаш, как вы знаете, что такое хаш, да? Это блюдо армянское, там кости и все остальное томятся. И туда тоже добавляют лаваш. Он растекается. Вот по консистенции очень похоже на хаш. Но нет мяса. Но есть лепешка. Есть вот такой жир. Там это коллагены какие-то мясные. А здесь это жир, топленое масло и кунжутная паста. Очень нажористо. Я считаю, что вот такой завтрак, например, было бы очень здорово. По пятибалльной шкале, а мы уже теперь акционируем блюдо по пятибалльной шкале, я считаю, что смело и пять, потому что мне не с чем сравнить, во-первых. Во-вторых, мне правда очень вкусно. Это очень интересно. И я бы рекомендовал всем попробовать такое блюдо на завтрак. 600 рублей, конечно, кажется, что дорого. Но, слушайте, друзья мои, вы просто больше нигде не попробуете это ни за какие деньги. А здесь всего за 600 рублей. Кибе с картофелем за 700 рублей. Ну, кажется, что если это будут мясные шарики за 700 рублей, то это норм. А если не мясные, то как бы дорого. Как мне рассказали, что вот это тесто, которое в панировке внутри, это перемолотый не нут, не кунжут, а булгур. Булгур – это зерно пшеницы, грубо говоря. Просто определенной обработки. Давайте откроем. Чуть-чуть подостыло. И посмотрим, что внутри. Вот они во фритюре готовятся. А внутри мясо. Мясо баранье. То есть, в принципе, пять таких шариков, плюс картошка, плюс соус, как мне сказали, местный, домашний, яичный. То есть, как бы майонез с чесноком делается здесь. Поэтому все это такое оригинальное, аутентичное. Ну, картошку вряд ли они делали, собирали сами, выращивали сыри и привозили. Скорее всего, какой-то местный, подмосковный. Но, в общем, это один в один, как в Дамаске. Давайте попробуем. Это кибе сначала без соуса, как есть. Фарш со специями арабскими. Очень вкусно. Очень интересно. И почему говорю вкусно и интересно? Потому что, как правило, вы у бабушки такое не попробуете. И в обычном ресторане придете, закажете любое блюдо, там будут привычные вашему вкусу специи. А здесь они необычные, то есть, интересные лично для меня. Поэтому очень запоминающееся блюдо. Булгур. Он не тесто. Он, знаете, не тянется. В общем, его не тяжело есть, легко кусается. Определенно мне нравится. Баранина хорошая, хорошо перемолотая. То есть, перемололи настолько мелко, что не чувствуются жилки, если бы они там были. Но я думаю, что и не было бы. Но, в принципе, хорошо. Опять же, специи и ароматика хорошая. И на вкус мне очень нравится. Давайте попробуем с соусом. Говорят, чесночный местного производства. Такой, как-то, жирненький майонез, но со специями. Ой, слушайте, я отдельно попробую, там кроме чеснока есть, по-моему, паприка еще. Что-то есть. Опять же, множество арабских специй. Соусом вкусно. Если вы любите посочнее, то соусом вам больше понравится. Мне понравилось больше без соуса, потому что я почувствовал вкус настоящей баранины. Хороший, перемолотый. Вкус булгура в панировке. В принципе, меня все устраивает. Единственное, что мне непонятно, ну зачем картошка? Как-то два гарнира получается, да? Вот вы часто заказываете. Мне принесите, пожалуйста, рыбу с картофельным пюре и рисом, да? Хотя, вот тушеные овощи, например, да, и рис нормально. Тушеные овощи и картофель нормально. А здесь получается крупа и картошка. Обычно мы привыкли это в супе есть. Ну, куриная лапша, там, и макароны, и картофель. Все вместе. А здесь вот так вот. По пятибалльной шкале, извините, я снова буду говорить, что это пять, потому что это интересно, друзья мои. Это просто разрывает мои рецепторы, удивляет их. И, собственно говоря, не оставляет меня равнодушным. А что еще нужно для того, чтобы вы пошли в какое-то место, в какой-то ресторан? Только чтобы удивиться. И чтобы было вкусно. Мне вкусно, меня удивили. 700 рублей лучше бы удивили дешевле. А так, в общем-то, хорошо. Макдус. Это я не ругаюсь. Это я называю блюдо, которое следующее буду пробовать. Это вот такие вот баклажанчики с орехами. Никогда не пробовал. Возможно, слышал. Но выглядит вот так. Больше похоже на, знаете, вот на мой взгляд, это все-таки какие-то почки. Вот почки. Почки не от березы, как вы сами понимаете, а почки от какого-то животного. Но нет, это баклажаны с орехами. 250 рублей совсем недорого. Вот они такие фаршированные. Ох, ох, ох. Секундочку. Будем препарировать. Вот так. Там орехи должны быть. Ну, есть орехи, есть какие-то овощи. Судя по цвету томаты. Может быть, что-то еще. Но, согласитесь, выглядит не очень аппетитно. То есть, ну, есть такое блюдо. Вот на свидание приглашаешь девушку. И говоришь, будешь такое. Вот не говоришь ни названия, ничего. Решил на ней сэкономить, за 250 рублей взял. Что-то такое интересное. Удивить, типа. На. Она такая. Аня, ты такое стала есть на свидание? Нет. Поэтому я тебя на свидание не зову. Хорошо, что мы не на свидание. Потому что я попробую. Да. Вот такое интересное блюдо. 250 рублей дешево. Однозначно. Ну, 250 рублей вообще за все дешево. Но, если мы скажем, что 250 рублей стоит вот эта шаурма, которую мы будем дегустировать позже, то вы скажете, что это дорого. Ну, давайте сейчас отойдем от сравнений и попробуем двумя вилками. Слушайте, я не знаю, как Макдус откусывать надо целиком. Давайте я съем целиком Макдус. Если бы у меня бабушка жила в Сирии, она бы наверняка на зиму консервировала вот так баклажины. Потому что это консерва по вкусу. Понимаете? То есть это вот как лечо делают на зиму. Салат какой-то вот люди. Баклажаны остренькие, пикантные, корейские или какие-то еще на зиму маринуют. Вот это вот маринованный баклажан. Внутри маринованные овощи. Орех, вы знаете, за счет того, что он тоже, видимо, лежал, мариновался в масле со специями, он стал мягким. Закусон, как скажут Леша, мировой. То, что перед едой едят, как называется, дежессив после, а до еды, Ань, как? Аперитив. Аперитив, молодец. Вот, что у нас пьющая девушка. Знаете, как называется блюдо, которое дают для улучшения аппетита. Вот аперитив классный. Или вот с рисом. У меня вот какой-нибудь рис или хватает. Поэтому, вот, на мой взгляд, по моему мнению, удивили, да? Внешне не очень. И, ну, вот, как бы, может быть, первым надо было есть. В общем, четверочка. Твердая зато. Твердая четверочка. А за 250 рублей 4 с плюсом, потому что недорого. Надо брать. Бараньи печень. 600 рублей. Вот эта огромная тарелка бараньи печени, дорогие мои, всего за 600 рублей. Мне уже это очень нравится. Можно было больше ничего не брать, а взять только эту баранью печень. Потому что я люблю баранью печень. Да, даже если бы я ее не любил бы, съел бы с удовольствием за 600 рублей. А нам в подарок еще, смотрите, что дали. Вот так вот. Приходим, снимаем. Иногда нам такие дают. Соленые огурцы, свежие огурцы. Зеленый лук. Редиска. Лимон. Помидорчики, веточки мята. Чтобы освежить дыхание. Пусть только я поем вот этого вот лука. Вообще, я очень люблю как раз зеленый лук с бараньей печенью. Не знаю, почему, откуда это. Вроде генетически никто у меня оттуда не был. Но вот очень люблю. Давайте посмотрим еще раз на печень поближе все-таки. Не на мою, а на баранью. Итак, давайте разберем баранью печень. Вот она, ее действительно очень много. Она у нас пережарена с луком, какими-то специями. Это по вкусу мы узнаем чуть позже. Но всегда печень выглядит не очень. Вот она всегда такая серая. Даже в паштете, когда добавляют сливки или еще что-то, чтобы смягчить вкус. Вот не очень. Поэтому выглядит, да, не очень. Но много. Видите, лука мало, печень много. Попробуем ее, как я уже говорил, с зеленым лучком. Но сначала просто куски, смотрите, разные. Вот есть большой кусок, маленький какой-то большой кусок. Огромный прям кусок. А если поменьше, давайте возьмем поменьше, потому что вдруг она плохо жуется. У тебя же здесь вторая вилка. Может, раз-двумя. Это вам. Спокойно. Так, кстати, ножи мне дают. Не дают ножи. А почему не дают ножи? А что здесь резано-то, собственно говоря, печень порезано? Зачем вот ножи? Кстати, друзья, напишите в комментарии. А вы часто пользуетесь ножами во время обеда? Ну, есть не нужно резать мясо, например, котлету, оттомить же можно так просто. Салат поесть тоже вилкой. Ну, получается, что на что и не нужен? Напишите, интересно, в вашем деле. Печень барана. О! Очень нервно. Но мало специй. То ли после вот этих маринованных баклажан мне не хватает, вот их бы вместе соединить. Было бы круто. Тогда бы стоило уже 850 рублей. Ого! Ну, знаете, баранья печень со вкусом баранья печени. Вот здесь я точно могу сказать, что если вы не любите барана, не любите баранью печень, вот не берите железную, потому что определенная ароматика. Вот Анька не ест баранину, ну, не любит, ест она все, потому что мы, что, как обзор снимать. Ань, ешь баранину, она ест морщица, но ест кашу. Не любит, но ест. Такой человек, собственно говоря. Вот. А я все люблю и все ем. Но баранину очень люблю. Наверное, все мужчины любят баранину. Кстати, тоже напишите в комментариях, мужчины. Вот это правда, что все мужчины любят баранину? Или есть мужчины среди наших подписчиков, которые не любят баранину? Есть. Ань, ты женщина, вообще молчи. Продолжаем упражнение с бараниной. Попробуем зеленый лук, как я люблю. Лук хороший. Вот. Вместе. Очень хорошо. Потому что лук перебивает вкус баранины и получается, что ты ешь просто вкусную печень, не важно, чью. Мне от этого, например, очень хорошо. Хотя мне и не претит этот вкус. С лучком. Давайте с лучком. Жареным еще баранинке. О! Вот я дурацца. С луком надо было есть. Слушайте, а лук? В луке есть анис. Однозначно. Либо барьян, либо анис. Они тушили, и получается, что... Ой, слушайте, с луком вообще... С луком огонь. Вот это то, что нужно. Правда. Поэтому здесь такое количество лука и печень, и все это. Ой! Вот теперь... Я сомневался, какую оценку поставить, но... Железно-твердая пятерка по пятибалльной шкале для меня однозначно, потому что много вкусно специи, которые здесь не просто убирают вкус печени, они его раскрывают. Знаете, вот с чем сравнить, даже не знаю. Да и не с чем сравнивать. Есть это надо. За 600 рублей и подавно. Приятного мне аппетита. Сэндвич с кебабом это называется. А у нас называется шаурма, шаверма, шаварма. В общем, кому как нравится, кто из какого региона, города. Так и называйте. Вот такая вот она с кебабом. 250 рублей. Ну, здоровая. С чем сравнить? С вилкой. Кстати, вилка по сравнению с ней, крошка. Ну, нормальный размер. Сантиметров. Аня, сколько это сантиметров? 20? Ну, вот здесь у меня 22. 25. 25 сантиметров. Шаурма с кебабом. Будем открывать, смотреть? Давайте, наверное. Хотя, не знаю, но... Слушайте, запаивали. Люди старались. Смотрите, как красиво. От гриля осталась решеточка. Да, ну, согласитесь, это же аппетитно. Возбуждает аппетит, привлекает внимание. И хрустит. Там, правда, полежала чуть-чуть. Вот, похрустывает. Вот, похрустывает, да. Хорошая. Слушайте, давайте разрежу. Ножа нет. Разломи. Не, Анька, я боюсь, он разлетится. Ну, ладно. Сейчас попробуем. Давайте разломим. Первый раз. Внимание, внимание. Разламываем шаурму. Ой-ой-ой. Она течет. Нет, это какая-то дурацкая идея. Вот послушай женщину, сделай все наоборот, а. А это, между прочим, кебаб был. Мне его пришло перекусить, чтобы спасти шаурму. Ну, вот. Чего, собственно говоря, все и видим. Свежая зелень, помидоры, огурцы. И вот здесь кебаб. Такая котлетка вот на сбоку почему-то здесь идет. Наверное, лучше было бы по центру, да? Или за 250 рублей не надо выпендриваться, друзья мои. Я бы все-таки выпендривался всегда. Ну, потому что хочешь, чтобы всегда было хорошо. Ну, в общем, огурцы, помидоры, соус какой-то. И кебаб. Кебаб большой, во всю длину. То есть здесь мы его увидим. Да. Как это? Пробьем пальпацию. Пальпация – это прощупывание. Вот прощупываем кебаб. Вот он здесь кончился. То есть получается, что кебаб... Здесь он здесь закончился, да? Смотрите. Вот даже здесь порвем, чтобы... А нет кебаба уже больше. Здесь кебаб заканчивается здесь. То есть из 25 сантиметров кебаба 12 с половиной. То есть это половина. Ну, как-то вот уже, согласитесь, не очень хорошо. Но 250 рублей. Чего вы хотели? Чтоб кебаб был больше лаваша, в которого завернули. Нет, ладно. Давайте попробуем. Сочность хорошая была. Видите, протекло, но при этом лаваш не намок. По вкусу хорошо. Знаете почему? Ну, на мой вкус. Потому что нет капусты. Слушайте, ну вот реально. Я понимаю, что это дешевый по себе стоимость продукт. Что его там подмариновали. Специями посыпали, отжали, чтобы он сока не добавал. И этот салат туда тебе впихнули. Вот ты ешь, хрустишь этим капустным салатом. Ну, невкусно, правда. Там чесночный соус еще добавляют. Здесь легкий соус. Не тот чесночный, который был в тех котлетах. Вот в этих шариках был чесночный соус. Кстати, может быть, с этим чесночным соусом я тоже попробую. Будет, может быть, интересно. А так что? Тут вот свежий огурец даже нет. Не соленых, ничего. Здесь есть соленый огурец? Смотрите, вот он. Его подарили. Может быть, стоит туда положить. Давайте попробуем. Я понимаю, что это уже не 250 рублей дороже. Макнем в соус, который был чесночный. И попробуем такое, знаете, как-то. Все равно привычка вкусов есть. Хотим мы в шаурме маринованной огурец? Хотим, хотим чесночный соус. Хотим. Вот, пожалуйста. О, импульс мозг. Обычная, привычная шаурма. Просто с бараниной. И сразу, знаете, оценочка такая. Знаете, температура растет. Было 36,6, а тут уже 38,2. И сердце усиленно стучит. Ты понимаешь, вот то, что нужно. Вот, странно человек устроен. Делают новый продукт, интересный. Предлагают, пробуют. Мне этого. Хочу в мак обратно. Хочу привычную котлету. А вот такую необычную не хочу. Вот так же с этой шаурмой. Вот мои рецепторы привыкли. И мой мозг привык. Что шаурма, неважно, сколько она стоит, она имеет определенный вкус. Той самой шаурмы, которую ты ел у каждого метро, я не знаю, или где-то в ресторане. Все равно хочется почувствовать тот же вкус. Если какой-то новый, ты такой... А вы уверены, что это шаурма? Сэндвич с кебабом уже не шаурма. Он может быть любым. Поэтому если оценивать это как сэндвич с кебабом, четверочка. Твердая четверочка. А как шаурма, то чуть ниже. На мой вкус все-таки 3 с плюсом. Наесться можно, да. То есть нажориться нормально. Но по вкусу, на мой вкус, не дотягивает. Поэтому лучше все-таки баранью печень. Кафе сирийской дамасской кухни Аль-Шами. Что сказать, дорогие мои. Но билет на самолет с серебристым крылом дорог. А путешествовать хочется. Ярославская улица, недалеко от ВДНХ, от метро пешком минут 10. На каршеринге вообще рядом получается. Прекрасно. За эти деньги познакомиться с новой культурой, с новой кухней. Самое то. Поэтому я рекомендую вам это кафе. Для того, чтобы посетить и попробовать. Не все вкусно. Не все может быть кому-то покажется дешево. Но все это, как известно, абсолютная вкусовщина. А кому понравилось это видео, пишите комментарии, ставьте лайки. Кто еще не подписался, подпишитесь наконец уже на наш канал. И до скорой встречи в новом, надеюсь, еще более интересном месте. Субтитры сделал DimaTorzok